Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за мадридский реал FIFA 20. Спасибо за вашу поддержку в виде лайков и комментариев, продолжайте в том же духе, давайте как можно скорее под этим роликом. Наберем 1000 лайков и я сяду записывать для вас новый выпуск. Наш сезон, ребята, подходит к концу, мы каким-то чудом смогли стать чемпионами Испании, буквально все решилось в последней игре, там Барселона умудрилась проиграть и за счет нашей победы мы заняли первое место в чемпионате. Сегодня нас с вами ждет, ребята, финал Лиги Чемпионов, а также несколько матчей за сборную Англии. Вы, ребята, в комментариях пишите, стоит ли продолжать карьеру за мадридский реал, интересно ли она вам, какие-то, может быть, предлагаете ходы для дальнейшего продвижения карьеры, что, может быть, стоит изменить, что стоит добавить. Ну и в общем, конечно же, ребята, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и погнали на нашу последнюю пресс-конференцию в этом сезоне. Спасибо, спасибо, если мы могли подниматься, то мы можем начать с вопросами. Да, мы неплохо проверяем отрезок сезона, но можем играть еще лучше. Эта команда способна на большее, вот увидите. Ну и давайте, ребята, смотреть, что у нас по составу, кто в какой форме, кто готов, кто нет. Я думаю, мы сыграем сегодня в белой атлетике Мадрид, пускай тоже играют в своей домашней форме. Вот такой вот, ребята, состав. Единственное, хочу я изменить ливень. Я хочу убрать ливень, пускай будет обычная ясная погода. И, в общем, поехали. Мы шли к этому финалу достаточно долго, путь был непростой. И нам достался не самый простой соперник. Матчи с атлетикой Мадрид всегда проходили у нас в напряжении. И встречались мы с ними и в кубках, и в чемпионате. И вот теперь у нас мадридское дерби в финале Лиги Чемпионов. Показывают нам кубок, показывают нам путь обеих команд. И вот кто-то удивляется, что мы обыграли Барселону 5-4. Атлетика Мадрид 6-1 прошел Валенсию. Так что не мы одни, забиваем много. Ну и давайте, ребята, начинать. Криштиану Роналду, Мбаппе и Азар сегодня в нападении. Именно эта тройка будет стараться сегодня забивать. Ну и вот Роналду сразу показывает свой настрой. Довольно активно прессингует соперника. Поль Покба, Серхио Рамос, молодец. Но здесь все равно нас дожимают. Снова Серхио Рамос. Так, ребят, давайте-ка без вот этих вот всяких штучек. Передача на Азара. И надо бить, это Назар бьет в ближний. И спасает Ян Облак. Минди дал подать сопернику. И вот такой вот не очень удобный мяч для Мараты, но тем не менее он заработал угловой. Пошла подача. Еще момент. Небольшая паника. Ну и вот сейчас пас на Мбаппе. Ну что за передача? Но здесь ошибается защитник. Атлетика Мадрид. Передача Криштиану Роналду 1-0. Ну вот казалось бы, мы сделали очень неудачный пас на Мбаппе. Но тот не выключился. Продолжил. Прессинговать соперника. Заставил его ошибиться. Ну и здесь очень легко. Мы забиваем этот гол. 22-я минута Криштиану Роналду. Который у нас получил золотую вуцу. По окончанию сезона. Забивает в финале Лиги Чемпионов. Передача на поле Погба. И тут нужно бить. Поль Погба. А Ян Облак даже не почувствовал этот удар. Спокойненько забрал его в руки. Но вот так вот корявенько выбил. Передача. Здесь и Ден Азар набирает скорость. Ну же Азар. И крути в дальний. Все было красиво. Но Ян Облак на месте. Дони Ван Дебек. Надо забить. И вынимай второй. Дони забивал уже не один раз. Такие мячи по ходу сезона. Удар у него отменный. Раскачался он просто безумно. И под занавес первого тайма мы забиваем второй гол. А там по-моему еще даже микро-рикошет был. Посмотрим вот здесь. Нет, нет, нет. Просто миллиметраж над защитником и перед коленом Баппе. Мяч проносится. Ну и вот так вот. Все давление Атлетика выходит в наши забитые мячи. 5-4 по ударам в пользу нашей команды. При том, что по ударам в створ. А не просто в сторону ворот. Атлетика неплохо смотрится. Держали мяч под контролем большую часть времени. Но наши парни смогли показать класс. И за счет этого мы забили два мяча. Азар. Его продавили. Не успел сделать передачу на Роналду. Тут же Атлетик пытается быстро пойти в атаку. Но наши парни снова опережают игроков Атлетика. Роналду пас нам Баппе. И здесь проскочил он между Яном Облаком и защитником Атлетика. Это было бы уже 3-0. Минди привез момент. Марата. И на 53-й минуте мы пропускаем. Минди завозился. Долго пытался отдать передачу. В итоге его накрыли. И ошибается он примерно так же, как и защитник Атлетика. Ну и здесь посмотрите. На пустые ворота. Милик отдает передачу Альваро Маратти. И 1-2. Но Атлетика полностью заслужили этот гол. Они много атаковали сегодня. Где-то нам везло. Мбаппе. Трент Александр Арнольд. И подачу на дальнюю. Ну же. Мбаппе. Как развернулся. Удар Мбаппе. И мимо. И снова опасно. Снова Альваро Марата. Ой-ой-ой. Добивание. До Нарума мяч забрал в руки. Ребята, моменты у Атлетика появляются все опаснее и опаснее. И снова опасно. На сей раз Милик несется в атаку. Подача на дальнюю. До Нарума снимает мяч с головы. Роналду. Передача на Айдена Азара. Снова Роналду. Хороший выход. Ну же, Рон. Вынимай третий. Вынимай третий. Дубль Криштиану Роналду. И отлично разыгранная комбинация. И Роналду. Посмотрите, как аккуратно в дальний угол пускает мяч. Мбаппе. Раскидал трех игроков Атлетикам. Мбаппе. Казимира. И 4-1. Ну, здесь все сделал Мбаппе. Ложные замахи. Дриблинг. Собрал на себя полкоманды Атлетика. И в итоге выдал передачу на Казимира, которому оставалось только попасть. Атлетика в атаке. Передача. И Серхио Рамос блокирует выстрел Альвара Марате. Роналду. Если бы сейчас он забил, это была бы просто фантастика. Все. Звучит финальный свисток. Это победа. 1-4 над Атлетикой Мадрид. Но здесь я, наверное, отмечу то, что все-таки наш состав был сильнее по подбору исполнителей. И это как раз-таки и решило исход этого финала. Я надеюсь, ребята, вам этот финал понравился. Вы его поддержите лайком. Команда проделала непростой и долгий путь. И теперь можно со спокойной душой поднимать кубок Лиги Чемпионов над головой. Чемпионы, чемпионы. Оле, оле, оле. Поют песню болельщики. Ну и Серхио Рамос на правах капитана сейчас поднимет кубок Лиги Чемпионов. Мы, ребята, заслужили эту победу. Лига Чемпионов. Сезона 19-20 в руках Мадридского Реала. Но теперь нас ждут, ребята, не менее важные матчи. Мы будем выступать за сборную Англии. И там нас ждут весьма непростые соперники. И путь будет, я думаю, не менее сложным, чем и в Лиге Чемпионов. Ну и, ребята, по моментам не сказать, чтобы мы прям сильно на голову переиграли Атлетико Мадрид. Игра была довольно равная. Мы просто реализовали свои моменты. Итак, ребята, теперь мы дебютируем за сборную Англии. Наша группа сборная Германии, сборная Швеции и сборная Польши. Сложная группа. Матчи будут непростые. Давайте посмотрим на наш стартовый состав. Первый матч у нас против сборной Швеции. Пускай они сыграют в синий, мы будем играть в белый. Варди, Стерлинг, Маунт Али, Хендерсон, Люкшоу, Стоунс, Магуайр, Волкер и Пикфорд. И Санчо справа, да? Но я думаю, мы можем выпустить Харри Кейна на острие. Александр Арнольд. Мы его неплохо раскачали в Мадридском Реале. Пускай сыграет он. А знаете, как можно сделать? Можно сыграть вот так. Сюда налево встанет Александр Арнольд, а справа будет играть Волкер. Так, Стоунс и Магуайр. Что у нас есть еще по резерву? Ван Бисако, Винкс. Давайте сделаем вот так. Хотя еще одного галкипера. Куда нам? Нормально. Нормально. Вот так вот. Хотя, возьмем лучше Винкса. Возьмем лучше Винкса в центр поля. Если что, будет замена. Ну и, ребята, погнали. Матчи за сборную, ребята, это уже совершенно другая атмосфера. Это совершенно другой состав, другие эмоции и совершенно другой турнир. Здесь все, ребята, на мировом уровне. Лучшие футболисты своих стран будут биться за победу на футбольном поле. Пока что в нашей группе никто не сыграл, но сейчас мы, ребята, попробуем завоевать свои первые три очка. Не все у нас получалось тогда в товарищеских матчах за сборную Англии. Надо смотреть, получится ли сейчас. И пока что Рахим Стерлинг в положении вне игры. Передача пятка здесь. Здорово. Санчо помог, а вот Дели Али ошибся. И Стоунс выскочил из-за спины. Нужно уже контратаку организовывать. Отлично. Дели Али. Мы хорошо его помним за карьеру Тоттенхэма. Дели Али. Надо бить и забивать. 1-0. Вот она, контратака сборной Англии. Дели. Али. Шестая минута. 1-0. Классно. Классно. Дели Али ушел. Хлестко пробил в дальней. И его никто не успел накрыть. Одиннадцатая минута. Угловой гостей. Пошла подача. Опасная скидка. И Пикфорд. Красавчик. Надо быть аккуратнее, ребята. Вот эти вот сбросы мяча под удар. Это не очень здорово. Удар ножницами. Мяч в сетке. Какой гол. Но это, конечно, ребят, не Златан Ибрагимович. Но, тем не менее, гол красавец. И на 12-й минуте сборная Швеции сравнивает счет великолепнейшим ударом через себя. А вот Арнольд прямо под удар отдаёт. И снова опасно. Удар поворотом из штанга. И сейчас может дожать соперник. Нельзя позволять им бить. А мы позволяем. Мы позволяем, ребята. И сборная Швеции нас дожимает. Один-два. Тридцать шестая минута. Ну, вот здесь, казалось, заблокировали первую передачу. Но мяч от нас отскакивает как раз-таки к игроку сборной Швеции. Тот отдаёт передачу вперёд. И счёт меняется. Один-два. Ушёл от соперника. Харикейн. Прямо в руке. Пытается сейчас Стерлинг раскачать соперника. Стерлинг, ну же. Пас под удар. Удар поворотом. Есть рикошеты. Мяч в сетке. Два-два. С сорок четвёртой минутой Маунт забивает гол. Не без помощи, конечно, соперника. Изменил мяч направление. И дезориентировал голкипера. Передача. Это Дели Али. Забей третий Али. И как он катнул его. Вот он, профессионализм игрока сборной Англии. Дели Али делает дубль. И посмотрите, как он хитро катнул мяч в ворота. Сборная Швеция в атаке. Удар поворотом. И Пикфорд. Молодец. На лёгких уровнях сложности, ребята. Искусственный интеллект не раскатывает вот так вот на ложных замахах. Ещё один момент. И снова Пикфорд в игре. Подача. Пикфорд. Играет кулаками. Дели Али. Прямо под удар. Эх, сейчас бы нам могло залететь. Харри Кейн. Отсюда можно пробить Кейн. И мяч пошёл выше. Сборная Швеция очень неплохо сейчас контролирует мяч. По левому флангу врывается в нашу штрафную. Удар поворотом. И снова Пикфорд. Магуайр. Упускает мяч. Передача на дальнюю. И 3-3, ребята. За 15 минут до конца. И сейчас Джейми Варди. Передача на Санчо. Удар поворотом. Санчо. И голевая передача Джейми Варди. Вот так вот быстро мы тут же снова выходим вперёд. Третий раз за эту игру. Ну и Санчо. Молодец. Это, по-моему, первый его момент в сегодняшнем матче, когда он пробил сам поворотом. И вот это будет сейчас, ребята, напряжённо. Штрафной удар прямо на ленточке. Удар поворотом. И Пикфорда чуть не вколотили в створ. 82-я минута. Подача. И мяч в воротах. 4-4. Что за жара. Сборная Швеции использует все свои моменты. И здесь на ближней штанге они переигрывают. Рахим Стерлинг. И можно в центр сыграть. Мэдисон. Рэшфард. Удар поворотом. И голкипер сборной Швеции спасает. Ну же. Удар поворотом. Спасает голкипер. Это Дели Алибил. Ну же. Ну, арбитр, зачем ты свистнул? 4-4, ребята. Ничья. Но какая. И сейчас нас ждет второй матч в группе. Вы посмотрите на количество ударов, ребята. Это была настоящая рубка. Нам, ребята, повезло. Сборная Польши и сборная Германии сыграли так же, как и мы, в ничью. И пока что у всех команд по одному очку в группе. Сейчас мы встречаемся со сборной Роберта Левандовски. Я думаю, это будет тоже весьма непростая встреча. Показывают нам с честной. Голкипера сборной Польши. Ну и поехали. Ну и вот сейчас заброс на Санчо. Удар Санчо, но слабовато. Удар поворотом и гол. И такое чувство, что здесь защитник помешал с честной добраться до этого мяча. И кто? Маунт забивает. Хороша получилась передача. И здесь, ну, как-то не разобрались. Голкипер и защитник вдвоем неслись на мяч. И посмотрите, просто мимо рук с честной он прошел. Рахим Стерлинг. Маунт. Удар Маунта. Здесь спасает Голкипер. Магуайр. Еще одна подача на дальнюю. Дотягивается с честной. В прошлом матче нам так забили. Ну а теперь Пикфорд на угловой переводе. Санчо. Хорошая передача. Дели Али. Ну же. Али второй. Вынимай. Дели Али. Пятьдесят пятая минута. И два ноль. Спасаясь честной. Ну а на добивании Дели Али уже не оставляет шанса. Рахим Стерлинг. Передача. Джеми Варди. Какой удар. Но честный со второй попытки все-таки забирает мяч в руки. Это Дели Али. Удар поворотом. Рикошет. Здорово. Санчо. И подачу на дальнюю. Ну же. Нет. Не получилось. Прошла передача. Волкер. Джеми Варди. Ну же. Забить. Варди забивает третий гол. Ну и здесь Волкер до конца, ребята, шел вперед. Не отдавая передачу на Варди. И уже мало кто сомневался, что Варди не забьет третий. Сборная Польша в атаке. Дели Али. Выбил мяч из-под ноги. Хендерсон в подкате пытается накрыть удар. Удар есть и штанга, добивание и мяч в сетке. Роберт Ливандовский. Удар по воротам и Пикфорд спасает, ребята. Сейчас могли поляки и второй забить. Ну и все, ребята. Время матча закончено. Победа 1-3. Четыре очка в группе. Надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok